Кавказ 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 Я не против свободы слова. Слово может так ранить, что мало не покажется. Здесь приводили пример, как оскорбление матери не может вынести молодой человек из Кавказа. Оскорбление жены, оскорбление сестры, оскорбление пророка, который даже больше, чем для многих верующих, значит больше, чем мать. А журналисты, ориентируясь чисто на свободу слова, могут запросто рубануть такое, что потом рубцы долго заживают. Вот Кавказ, это территория, где этих рубцов накопилось очень много, и мы питаемся, эти рубцы потихонечку залечивать. Небя не доказывает, что мы хорошие, а в совместной деятельности с теми же российскими организациями, с русскими ребятами из российских регионов, из Москвы. Питера, Ростова, Татарстана и так далее. Здесь около 25-30% русских ребят, ну 25% уж точно. Я думаю, мы шаг за шагом будем в этом направлении работать. И результаты будут освязяемы в ближайшем будущем. Во всяком случае, сегодня полпред СКФО, первый заместитель Олейников Юрий Павлович обнадежил нас. Да. Деньга Шахрудинович, вы сами родились на Кавказе, вы дагестанец. Каким вы хотели бы видеть отношение к себе со стороны русских ребят? И каким вы сами хотели бы видеть отношение кавказцев к русским ребятам? Оно сейчас таким, как вы его представляете себе, или оно все равно отличается? Есть все-таки какие-то у нас, ну такая какая-то грань отчуждения такая, которую мы пока не можем преодолеть? Ну, в силу исторических каких-то причин, а возможно и причин надуманных. Я хочу, чтобы и русские, и кавказцы относились друг к другу по-человечески. Любой православный и любой мусульманин скажет, глубоко верующие люди, образованные, адекватные, со здравым смыслом. Они быстрее найдут общий язык между собой, нежели два пижона, очень неграмотных и невежественных, зацикленных или на этничности, или на религиозности, или еще на какой-то субкультуре. Непонятно, как. Ну, сейчас много всяких субкультур, и такая идентичность субкультурная иногда перевешивает любую другую, этническую и религиозную. Когда я говорю человеческие отношения, это означает, что в любой религии, в любой традиции заложены основания, которые позволяют снять вот это различие и непонимание между представителями разных народов. Для меня нет проблемы сотрудничать с русскими, я сотрудничаю с ними, и они мне доверяют в рамках Академии геополитических проблем. И вообще вопрос, проблема межнационального сотрудничества четко связана с уровнем образования, с уровнем культуры. Чем менее он образован, чем менее он культурен, тем более он зациклен на своей этничности, на своей земле. Значит, я тоже почвенник, в хорошем смысле слова, я люблю свою малую родину, да. Но я чувствую себя и российским гражданином, для меня нет проблемы общения. И молодых людей мы готовим именно в таком ключе. Вы прежде всего российские граждане, а потом уже представители там какого-либо этноса. Если вот эта идентичность перевешивает все остальные, значит все у вас будет нормально. Но чтобы такое чувство подкрепить серьезнейшим образом, мы должны быть образованы, культурны, знать как минимум три языка. Помимо родного, как минимум два, потому что русский это обязательно, потом английский, или там французский, или китайский. Вы не должны быть, конечно, гражданами мира, но вы должны чувствовать себя и делать карьеру, быть полезными в любом уголке страны, и для себя быть полезными, и для региона там, и для страны в целом. Вот так мы их грузим, грубо говоря, и они понимают нас. В самом случае мы говорим, рациональные доводы еще приводим. Здесь тесно, здесь конкуренция за рабочие, приличные рабочие места очень высокая. Здесь, к сожалению, не объективные факторы играют роль при приеме на работу. Готовьте себя к профессиональной карьере в любой части России. А поэтому вы должны быть образованы на чуточку выше, целеустремленные, настойчивые, образованные, культурные. Вы должны себя так вести, чтобы с вас брали пример, а не отчуждали с вас. Субтитры создавал DimaTorzok